Тюменская область вошла в тройку лидеров России по явке избирателей уже по первым данным. В воскресенье было понятно, население активно голосует. Поток избирателей не заканчивался до самого вечера. Весь день на участках вместе с комиссиями и наблюдателями. Дежурили мои коллеги. Лариса Соловьева расскажет, как голосовала область. Поток горожан потянулся на избирательные участки с самого утра. У столов с выдачей бюллетеней скапливались очереди. Приходили целыми семьями и даже с домашними любимцами. Настроения у всех приподняты и избиратели шутили. Он меня звал голосовать за партию зеленых. Наши политические взгляды разошлись. Он говорит, ну я посмотрю, как ты голосуешь. На многие участки избиратели приходили еще до открытия. Хорошая погода способствовала хорошей явке. Первый раз иду голосовать. Так сказать, проявляю свою активную гражданскую позицию. Специально приехала из Тюмени сюда, чтобы проголосовать, выразить свое мнение. Потому что я за сильную Россию, за ее крепкое будущее. Особое внимание на выборах было к тому, чтобы каждый смог реализовать свое право голоса. На этом участке около 5% избирателей незрячие и слабовидящие. И к приему такого электората здесь подготовились. У нас для слабовидящих есть шаблоны для одной бюллетени. Четыре вида. В числе первых проголосовал и губернатор области Владимир Якушев. Как и другим тюменцам, ему выдали 4 бюллетеня. Два для голосования в Государственную Думу и два в областную. Как они были заполнены, глава региона оставил в секрете. Настроение хорошее. Мы всегда стараемся сделать так, чтобы выборы у нас проходили в такой достаточно праздничной обстановке. Поэтому мне бы хотелось, чтобы у всех сегодня моих земляков было такое же настроение, как у меня. Уже к двум часам дня явка почти во всех районах области перешла 50-процентный рубеж и продолжала расти. Ишим один из традиционных лидеров. К шести часам вечера явка избирателей там составила 81%. Впервые в истории Тюменской области за ходом выборов следили международные наблюдатели ОБСЕ. В России находятся более четырех сотен обозревателей ОБСЕ. Я вижу, что люди здесь очень активные. Правда, на сегодняшний день мы объехали всего три избирательных участка. И не можем пока сделать какие-либо выводы. Все результаты будут известны 19-го числа. После можно уже давать какие-либо комментарии. Число наблюдателей в регионе было вообще рекордным. Более 4,5 тысячи региональных и 13 международных. И они уже положительно оценили работу избирательных комиссий. Лариса Соловьева. Тюменское время. Слушай новости ТСН на Радио Мир. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова